В продолжении темы. В нашем городе уже не первый год работают краевые инновационные площадки дополнительного образования. На сегодня четыре детских сада Кунгура задействованы в данных проектах. Как меняется работа учебных заведений и чем полезны подобные нововведения, расскажет Леонид Манухин. Сегодня в нашем городе активно развиваются новые направления в работе дошкольного образования. Так, в детском саду номер 21 действует направление «Техномир». Здесь дошколята изучают основы работы механических конструкций. Собирают модели воздушного водного и наземного транспорта из блоков «Лего». Работают при этом как по схемам, так и в режиме свободного конструирования. Подобная площадка пока что единственная в городе и является методическим центром для соседних районов. В этом месяце здесь пройдут краевые мастер-классы для педагогов детских садов, в том числе соседних с нами районов. Техническое направление в дошкольном образовании сегодня пользуется спросом. Ведь работая с конструкторами, ребенок развивает логическое мышление, внимание и усидчивость. Особо заинтересованных ребят уже после сада приглашают на кружки робототехники. Которые заинтересовались техникой, которые вот именно им интересны это направление, и они будут работать дальше. Технической направленностью деятельность кунгурских садов не ограничивается. К примеру, в садике номер 13 сегодня по-особенному работают над развитием речи у детей. Продиктовано это современностью. В последние годы ребят с дефектами речи становится больше. Занятия проходят по новым методикам. К примеру, учитель-логопед работает вместе с музыкальным руководителем. В этом году решили с детьми 4-5 лет заниматься по методике Картушиной именно логоритмика. Так как дети данного возраста не попадают ко мне на занятия на логопункт. А эта методика помогает развить чувство ритма, движение, такт и, конечно же, слово. То есть здесь совмещены речь, движение и музыка. Сегодня город Кунгур стал одной из важных апробационных площадок в образовании. Поэтому можно утверждать, что опыт наших педагогов уникален в своем роде, отмечают в управлении образованием. Внедрение инноваций в дошкольно-образовательную организацию – это важнейшие условия для совершенствования дошкольного образования. Детские сады активно принимают участие в данном процессе в городе и также на территории всего Пермского края. Всего в данных проектах сегодня участвуют 4 дошкольных учреждения города. Во втором саду большое внимание уделяется развитию духовно-нравственного образования. А в садике номер 11 в микрорайоне Нагорный быстрее всего осваивают новые государственные образовательные стандарты. При этом опыт работы всех четырех организаций сегодня начинают использовать в работе других садов не только нашего города, но и края. Леонид Монохин, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».